Умные технологии руками молодого поколения. В столице прошел первый в Узбекистане конкурс по робототехнике среди учащихся школ. Цели серьезные. Содействие развитию творческой активности и популяризации инженерных специальностей среди молодежи. Повышение интереса к техническому моделированию и поддержка талантов. Сегодня роботы уже не будущее, а настоящее. В мире функционируют миллионы самых разнообразных механических помощников, промышленных домашних роботов-игрушек. И создают их не только лауреаты престижных премий и гений инженерной мысли, но и школьники. Робототехника представляет собой универсальный образовательный инструмент. Прекрасно вписывается как в школьную программу, так и во внеурочную деятельность. И подходит для любого возраста, начиная с дошкольного. 40 участникам нынешнего конкурса от 10 до 14. Их увлеченность дает основания полагать, что любимое занятие может в дальнейшем стать не менее любимой профессией. Я собираю робота, который должен начертить разные типы фигур. Например, прямоугольник, квадрат, круг, прерывистую линию. Чтобы робот начертил какую-либо фигуру, нужно написать алгоритм. Для алгоритма нужна формула. А в формуле нужны такие составляющие, как диаметр колеса робота, длина линии и скорость робота. Я очень рад, что наши дети приобщаются к новым технологиям, к инновациям. Это дает им в данном случае общее развитие, развитие моторики, интеллектуальное развитие, общение друг с другом, гуманитарное развитие. Справиться с далеко не простым заданием ребятам помогают опытные инструкторы. При этом сами конкурсанты стараются не отставать, тут же предлагая, как можно усовершенствовать конструкцию, добавить больше функционала. Что вполне закономерно, поскольку занятия робототехника, которые объединяют математику, информатику, физику, развивают у ребят логику, мышление и исследовательские навыки. В своей работе конкурсанты руководствуются рядом правил, самое главное из которых – дружественное отношение роботов к человеку. За последние два года мы можем заметить темпы быстрого роста интереса молодежи к робототехнике. За 2018 год были всего лишь несколько соревнований по робототехнике, но за 2019 год мы участвовали в более пяти международных соревнованиях. А в этом году мы планируем организовать международные соревнования по робототехнике в Узбекистане. А самое важное – нужно сформировать национальную сборную по робототехнике. Перед жюри стоял нелегкий выбор. В результате было отобрано 10 наиболее ярко показавших себя конкурсантов. Все они станут членами национальной команды. В этом году их ждут пять международных соревнований. Из ближайших – конкурс робототехники «Роботленд» в марте текущего года в Казахстане.